давайте мои друзья познакомимся с пивасей и начнем сегодня изучение задней бабки потому что передние мы немножко изучили сейчас она в рабочем состоянии такой возьму-ка я указ вот друзья начнем из того что задняя бабка состоит из корпуса давайте посмотрим корпус посмотрим со всех ракурсов так вы видели и теперь давайте еще и сверху посмотрим в корпусе находится пиноль вот пиноль и на валом с этой колесенкой колесиком или штурвальчиком как хотите называть вот эти как он крутится хорошо а идет ой указка это идет видите вот остановилась вот этот рычаг является друзья стопором задней бабки если вот стопор вот так стоит то бабка поедет видите она поехал вперед назад в бок не поедет только перед назад мы поставили рычаг вот так значит застопорили стопориться она вот этим вот устройство ой где же у меня указка здесь видите все время забываю кашку вот вот этот он там далеко вот эта рейка на двух болтах строить идет на винт и крепится если крепит плохо надо вот эти нижние болты здесь или вот эти гаечки от регулировочные подвинтить подкрутить далее у нас идет вот этот стопор кто-то его погнул возможно он такой и был но неважно он для чего у нас служит служит он у нас для вот этой пиноли пиноли у нас для чего друзья внутри пиноли вот смотрите находится конус вот до сюда конус морзи был такой конструктор похоже вот он конус морзи видите втулка конуса морзи здесь их две вот так вставляется вот видели вот так вставилась теперь мы поймем как она вытаскивается смотрите друзья вот видите я подкрутил до упора и вот все это пошло и он свободно были вставляется вот патрон можно обычное сверло вставить сюда вы поняли обычно все через штуки морзи и лежит центр вот он у нас лежит вот такого образца центр сюда вставляется для чего центр вставляется друзья для того чтобы упирать подпереть вот этим центром зажатую с этого конца и подпертую вот этим центром который вы видели где указка вот он вот этим центром при помощи вот этого колеса там есть винт вы схему увидите я вам показал вы по схеме определите устройство точно и так служит для чего для сверления и для упора длинных деталей вот для этого в основном служит наша задняя бабка давайте и аккуратно называть задней бабочкой потому что токарь как я считаю и вам рекомендую должен быть ласковым он должен любить свою вот эту жильяку как маму родную или как брата вот будете считать что для меня это спивася пивася это его имя я всегда даю станкам имена и вам рекомендую они понимают они умны некоторые станки и токарные умнее токарей клянусь по себе знаю спасибо за внимание так у бабки еще есть вот хитрые шестигранные внутренние болтики на шляпке шестигранник внутренних их два видите вот 2 потому что эти болтики сделаны для смещения бабочки посмотрите туда или сюда этот отдал ослабил этот затягиваешь бабочка пойдет туда и наоборот вы поняли друзья а для чего смещается бабочка скажу вам прямо надо сделать конус длинный конус мы сместим бабочку и на длинном прутики длинном сделаем конус если мы сместим сюда вершина конуса будет здесь если туда сместим то вершина конуса будет там поняли если мне не верите проверьте сами окей